В Читинском районе вновь случилась трагедия по вине безнадзорных собак. На этот раз это произошло в детском учреждении, которое должно быть изолировано. Здесь на 9-летнего малыша напала стая псов. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы стационарных мест отдыха и оздоровления детей, территорию лагеря по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений или другим ограждением естественного происхождения. Но если лагерь расположен в лесу, неужели он не должен быть огражден забором по всему периметру. По имеющейся информации мы знаем, что мальчика нашли за пределами изолированной территории детского учреждения. Но как мы видим, здесь уже есть дырка в заборе с протоптанной дорожкой, а вот здесь забор уже просто заканчивается. Попытаемся восстановить хронологию событий. Вечером в детском учреждении проходила игра для знакомства с лагерем. Когда малыш устал проходить препятствия и играть, он присел и наблюдал за остальными. Что потянуло мальчика от освещенной площадки, от того места, где были ребята и взрослые, мы пока не знаем. Но он отошел в сторону и пропал. Очень может быть, что прошло совсем немного времени после того, как ребенок исчез из виду. Но даже если прошли минуты, этого было достаточно. Откуда в лагере могли взяться бродячие собаки? Ближайший населенный пункт – село Преображенко, жители которого говорят, что да, – стаи беспризорных собак здесь не редкость. Очень много. Зачастую отдыхающие приезжают, просто оставляют, бросают здесь своих животных. Не думаю о последствиях. Щенят выкидывают также нафродившихся, но они растут, соответственно, звереют. В кустах вылазят собаки на помойках собаки. Гулять страшно. В Забайкалье насчет собак действует принцип ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в место обитания. После отлова бродячим животным ставят чудодейственную вакцину, которая превращает их, якобы, в милых неагрессивных животных. С января 2022 года, с той страшной трагедией в Домне, когда бродячие псы растерзали девочку, длится история о принятии закона об усыплении бездомных собак. Сколько детей еще должно погибнуть или стать калеками? У меня ребенок, у меня внучка. Вот она бежит впереди меня и опасаешься. Вот либо ребенка на поводке вести как собаку, чтобы ее никто не покусал, чтобы успеть поймать, либо собаку уничтожать. Ну, естественно, в данном случае считаю, что ребенок типа собак. Как думаете, у нас все пытались принять закон о гуманной эвтаназии безнадзорных животных, ну, так и не приняли. Ваше просто мнение, он нужен? Все-таки гуманнее ликвидировать таких собак или что-то может быть еще какой-то есть? Ну, сложный, конечно, вопрос, потому что я сама собачница, очень люблю собак. Ну, наверное, больше склоняюсь в сторону того, что все-таки нужно, потому что за последнее время довольно часто подобные случаи. И страдают дети, причем и летальные сходы также были. За своих также, боюсь, меня также по Арахлею бегает, там очень много бездомных собак. И страшно. И, наверное, да, лучше все-таки таких собак усыплять, нежели они вот сами по себе будут так вот мучиться и зиму переживать как-то, да, тоже их и жалко, в то же время страшно. Депутат Государственной Думы России от Забайкальского края Юрий Григорьев, один из разработчиков закона, дающего право субъектам РФ принимать решения относительно бродячих собак. Парламентарий уже не раз подчеркивал, закон принят для обеспечения безопасности, прежде всего, людей. Год назад группой депутатов под руководством председателя комитета Кобылкина, Кобылкин, кстати, долгое время руководил Ямало-Ненецким округом и рядом других дальневосточников и депутатов северных территорий, дальневосточных, северных. Мы все совместно подписали проект закона, в котором предложили, чтобы на месте каждый субъект мог изменить ту ситуацию и внести изменения, как вот сейчас это происходит. Многие субъекты воспользовались этим и производят эвтаназию тех животных, которые проявляют агрессивные способы поведения. Я считаю, что о том, что сейчас все необходимые полномочия есть, законодательный орган должен определиться и принять соответствующее решение. Два варианта. Либо увеличить финансовое обеспечение согласно ОСВБ для того, чтобы профинансировали их, увеличили стерилизацию. Либо второй вариант. Определить степень агрессивности и идти по этому пути. Здесь других вариантов нет. Мы попытались поговорить с представителями детского учреждения, но, к сожалению, получить комментарий нам так и не удалось. Сейчас большинство, читающие официальные комментарии чиновников и силовиков, понимают. Велика вероятность того, что виновными в трагедии сделают кого-то из сотрудников лагеря. Да, они недосмотрели. Но почему? Ни Минспорт, ни районная администрация, ни Краевая, вообще никто, не удосужились проверить лагерь полностью на предмет полного обеспечения безопасности. Безопасности детей. Еще раз напомним. 2015 год. Остров. Мальчика насмерть загрызли собаки. 22 год. Домна. Семилетнюю девочку растерзала стая собак. Июнь 24. Опять псы напали на ребенка. По неофициальной информации, травмы страшные и еле совместимы с жизнью. Все молятся за малыша. А чего ждут забайкальские чиновники во главе с губернатором и беззубыми законодателями? Юля Банщикова, Ирина Тимофеева, Иван Корнев, ЗАПТВ.